За те годы, пока таможней руководил Игорь Калетник, этот орган превратился из одного из главных доноров бюджета в средство личного обогащения верхушки прошлой власти. Поэтому нет ничего удивительного в том, сетуют ветераны-таможенники, что этот фискальный орган окончательно развалился и не выполняет свои основные функции. Своим взглядом на то, как можно исправить сложившуюся ситуацию, делились ветераны Южной Таможни. Ветераны Южной Таможни сетуют. Проблемы начались после того, как сюда стали брать по принципу лояльности и преданности, а не профессионализма. Основу руководящего состава таможни составляли люди, главной задачей которых было не наполнение бюджета, а набивание кармана киевских покровителей. Волю дали блатным фирмам, которые могли творить на таможне все, что хотели. Оценить масштабы ущерба от их деятельности очень тяжело. Казна получала наполовину реальных денег, которые должны были быть сплачены в государственный бюджет. Все остальное возилось на лом. На словах руководство страны боролось за транзит, за наполнение бюджета. На деле же наполняло свои карманы, чему способствовало и создание Министерства доходов и сборов. Каждой региональной таможне спускался план по поступлениям в Киев. И за каждым территориальным отделением был закреплен смотрящий, который собирал деньги. Часть она оседала здесь. Этих денег, чтобы шла на зарплату тем халуям, которые исполняют это все. Разного значения. Остальное отвозилось к Киеву. У нас же объединили 20 фискальных органов, создали фискального монстра, которому под силу уничтожить любой бизнес и пустить под откос любое государство. Через контрабанду. Даже не через таможное оформление. Ситуацию еще можно исправить, полагают специалисты. Главное, что нужно сделать, снова набрать в таможню профессионалов и вывести этот орган из подчинения Министерства доходов и сборов, так как эта реформа показала себя неэффективной. Ветераны полагают, что именно такие неотложные меры новой власти смогут возродить украинскую таможню. Анатолий Косин, Евгений Войтенко, телекомпания Круг.